Друзья, привет! С вами Александр Шкудун и сегодня будет немножко нетипичный выпуск, потому что я хочу поговорить о биткоинах. Да, которые сейчас у всех на слуху. Майнинг, криптовалюта, давайте майнить, запускать, закупать видеокарты, делать что-то, чтобы нам получить эту криптовалюту, потом продать ее втридорого, потому что биткоин растет как на држах, каждый месяц он увеличивается просто феноменальными темпами, он идет в гору. И те, кто реально вложился в биткоин, через пару лет станут просто миллиардерами. Знаете, это все чушь полнейшая. Опять же, я высказываю чисто свое субъективное мнение, как здравомыслящего человека и юриста. Да, я являюсь юристом, поэтому могу немножко оперировать более, скажем так, правовыми категориями и опираться на законодательство той или иной страны. Ну, в частности, я живу в Украине, поэтому досконально знаю законодательство Украины относительно вопросов урегулирования криптовалюты и все, что с ней связано, а также законодательства некоторых других стран. Итак, биткоины. Я сейчас не буду говорить, что это такое, рассказывать вам подробно, как оно-то расшифровывается, биткоины, кто их придумал, как они вообще зародилась идея, чтобы внедрить криптовалюту и так далее. Вы это сможете прочитать сами. Если загуглите просто биткоин, напишите, откройте поисковик Google, пишите биткоин, что это, и вы получите массу интересной информации. Я очень буквально коротко пройдусь по пунктам и расскажу, почему не стоит вкладывать сейчас деньги в биткоин. Вот, опять же, повторюсь, это чисто мое, чисто субъективное мнение как юриста, как человека, как индивида, живущего в этом мире, наверное, не со всеми. Хотя, опять-таки, мне предлагали много раз уже заняться криптовалютой, вложиться, начать добывать этот биткоин, майнить, иными словами, купить себе видеокарты, поставить. А если не видеокарты, то зарегистрироваться на определенных сайтах, которые за тебя покупают видеокарты, а ты им просто платишь денежку за обслуживание этого всего счастья. Итак, почему не стоит вкладывать деньги в биткоины? Вдумайтесь на секундочку. Тысячи, миллионы, десятки миллионов, миллиарды компьютеров, подключенные в сеть. Миллиарды видеокарт, которые что-то там расшифровывают. Кто-нибудь мне может объяснить, что они расшифровывают? Откуда вообще берется криптовалюта? Как она майнится? Вот вы немножко подумайте об этом. Прежде чем уверять, что мы там что-то расшифровываем глобальное, мы найдем имя бога, черт возьми. Нифига, ребята. Что именно вам делают эти видеокарты? Что они вычисляют? Какие горизонты измерения пространственно-временные континуума? Я не знаю. Это первый вопрос у меня как у юриста, как у здравомыслящего человека, ко всем тем майнерам, которые что-то там добывают. Далее. Я предполагаю, что криптовалюта будет влиять на определенные процессы в этом мире. Я убежден в этом. Зачем далеко ходить сейчас криптовалют? Насчитывается более 300 видов биткоины, шмидкоины, токены, еще что-то там, где-то там. Но здесь очень важный момент. Криптовалюта, если она появится, она должна быть первая, санкционирована. То есть, она должна быть разрешена на использование во многих странах мира. А лучше, чтобы во всех странах мира. То есть, рано или поздно появится такая криптовалюта, которую выпустит, скажем так, одно или несколько государств. Затем к этому процессу подключатся другие государства, образуя определенный альянс. Установят правила игры, так называемые, по которым эта валюта, крипта, будет обращаться. Будут четкие курсы, по которым ее можно будет купить. А что происходит сейчас, это ничем иным, как спекуляциями, я назвать не могу. Почему биткоин растет? Кто-нибудь может мне объяснить? А нифига у вас не получится, вы этого не объясните. Кто-то сознательно играет на это. Он манипулирует вами. Являются ли это создатели биткоинов? Или те, кто очень много денег вложил в эти биткоины, надеясь на сверхприбыль? Я не знаю. Но кто-то сознательно манипулирует вашим сознанием, манипулирует всем миром, чтобы все сейчас вкладывались в биткоин. Кому-то это выгодно. Вот и все. Другой момент. Подскажите, пожалуйста, чем обеспечен биткоин? Что он вообще обеспечивает? Что это биткоин? Он взялся из ниоткуда. Он никуда и уйдет. Многие сравнивают, проводят параллели между акциями и биткоинами. Но, ребята, я как юрист вам авторитетно заявляю, что под акциями лежит компаний. Они привязаны акции к компаниям. И чем лучше дела идут у компаний, тем дороже стоят ее акции. А компания это не хухры-мухры. Это зарегистрировано в определенной юрисдикции юридическое лицо, которое что-то производит. Изготавливает товары, предоставляет услуги и тем самым создает определенный товарооборот. Чем выше стоимость компании, тем дороже ее акции. Возьмите, к примеру, Теслу. Они запустили электрические электромобили. Ну, то есть электромобили, которые популярны во всем мире. Да, можно про них очень много рассказать интересному. Какие плохие осеки, но это товар. Он есть. Его можно реально пощупать руками. Можно сесть в этот автомобиль, проехаться, ощутить комфорт под руками, ногами. И пятая опорная точка. А что такое биткоин? Это просто эфемерная величина. Вы никогда ее не привяжете ни к чему. Вы не сможете ее оценить должным образом. Вы не сможете ее урегулировать каким-то образом. Она вот сейчас, да, растет сама по себе. Без привязок ни к чему она не привязана. Ни к акции компании, ни к компаниям, ни вообще к чему-либо еще. Отсюда напрашивается вывод. Если он очень резко может взлетать, он также резко может упасть. В любой момент, в любое время. И если вы вложите сейчас, к примеру, 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, это не означает, что вы потом заберете 20. Вы можете уйти ни с чем, а можете уйти с 200 долларов. Это как казино. Практически все то же самое. Еще один вопрос. Подумайте, если стоимость биткоина через 4 года будет равняться 100 тысячам долларов США за один биткоин. Представили себе эту картину? А теперь ответьте на простой вопрос. Кто ее будет покупать? В Украине смогут хоть одна семья купить один биткоин за такую стоимость? Я очень сомневаюсь, что и в Швейцарии купят биткоин за такую стоимость. Несмотря на то, что у них самый высокий уровень жизни в мире. А что говорить про Россию, про Украину, про Белоруссию, там где народ нищенствует? Какие нафиг биткоины, если людям есть нечего? О чем вы, блин, думаете? И вот все, вот все, кого я знаю, они свято уверены, что биткоин будет столько стоить, и они, блин, загребут просто лопатой деньги. Вы знаете, меня как здравомыслящего человека это останавливает. Вот вы купите биткоин, если он будет сто тысяч долларов, стоит при зарплате в, пусть даже в тысячу долларов, в две тысячи долларов. На какие шиши, извините? Сможете ответить на этот вопрос? Я очень сомневаюсь. Еще один момент. Биткоин официально разрешен только в Японии. То есть, можно рассчитываться биткоинами в Японии без каких-либо сомнений и боязни быть преследованным со стороны закона и правоохранительных органов. Там в Японии официально разрешены биткоины. В какой стране мира еще они разрешены? Дайте подумать. Ни в какой. То есть, если даже, предположим, вы сказочно обогатитесь, заработаете на своих десяти тысяч долларов сто, ну допустим, я не знаю, я говорю первое, что приходит мне в голову, вы сможете поехать исключительно в Японию и только в Японии их реально потратить. Если вы это сделаете в Украине, вас приведут к ответственности. Потому что биткоины на сегодняшний день в Украине незаконны. Единственным средством платежей в Украине является гривна по сегодняшний день. Более того, я вам должен сказать, что даже если, ну вы скажете, можете мне контраргумент привести, как же доллары и евро, ведь они тоже в обиходе. Я с вами соглашусь, да, они в обиходе. Но опять-таки в Украине долларами и евро вы рассчитывать не сможете. Вы можете их поменять на нашу валюту и потом уже ей, скажем так, рассчитываться. Биткоины вы тоже, по идее, сможете обменять. Но, учитывая все пункты, которые я привел выше, у вас осталось уверенность, что они будут столько стоить. И вы сможете их купить. И вообще они не упадут. У меня нет такой уверенности. Вот вы можете четко сказать, что биткоин будет расти с такой же скоростью, с которой до сегодняшнего дня он рос в течение ближайших 6 лет. Мы не знаем, что будет завтра. Сегодня, да, биткоин в тренде. А завтра? Когда определенная проблема возникает, любой юрист сразу оценивает риски. А что мне за это будет? Какие последствия возможны? А при каких обстоятельствах будет вот это? Если я сделаю так, будет вот это. А как я буду действовать там? А как я буду действовать, если вдруг он упадет в цене, а я потеряю свои деньги? То есть, ну тут на самом деле есть очень много факторов, которые влияют на ситуацию с биткоином. Я не знаю, что вам еще сказать. Мой месседж, да, сводится к тому, что биткоин, вернее не биткоин, абстрагируемся, криптовалюта. Рано или поздно она должна была возникнуть. Собственно, она и возникла, просто у нее сейчас очень много разных имен. Но для того, чтобы она действительно функционировала должным образом, ее должны, а, признать все государства, б, должны быть установлены четкие правила игры, ну то есть, правила контроля над этой валютой, правильные разработанные механизмы по ее приобретению, внедрению в нашу с вами жизнь. Ну и также все это должно следиться со стороны государства. Понимаете? Не могут сами люди контролировать что-либо, потому что все равно найдется горстка умников, которая попытается использовать это все в свою пользу. Должна быть определенная контролируемость со стороны государства. Должны быть для всех равные условия по приобретению этой криптовалюты. Вот как с курсом доллара. Курс такой, официальный, Насбанк. И все, и покупаем. Да, могут быть колебания в пределах разных обменок. Кто-то предложит больше условий, кто-то меньше. Но должна быть определенная единая линия, по которой все будут двигаться. А если будет один тянуть в одну сторону, другой в другую сторону, то это будет анархия, ребята. Еще раз. Криптовалюта должна контролироваться государством. Должна. По крайней мере, ну как контролироваться, я имею ввиду, не полностью, там, владелец государства и все. Нет. Она просто, государство устанавливает правила игры. Как и при каких обстоятельствах функционирует криптовалюта. Как ее можно купить. Как ее можно использовать. И когда будут понятны правила игры, уже можно на этот рынок заходить и работать. Потому что сейчас нет никаких гарантий. Извините, можно привести параллель. Банковские вклады. Государство установило, что если вы держите на счету 200 тысяч гривен, то они страхуются автоматически. Есть фонд гарантирования вкладов. И при любых обстоятельствах банк лопнет, банк рухнет. Эти деньги вам будут возвращены. Вот это и есть правило игры. Чтоб народ не был кинут. Чтоб народ свято был уверен, что его интересы защищают. Хоть как-то. Мы сейчас не будем говорить о способах манипуляции, об откатах и так далее, и так далее. Коррупционной составляющей. От нее никуда, к сожалению, покуда не деться. Но на биткоин, на любую другую криптовалюту должны быть установлены четкие правила игры со стороны государств. И эти государства должны объединиться. Должны признать эти валюты как средством платежа. И только тогда можно будет вести речь о том, чтобы вкладывать, покупать эти биткоины. Вот такая вот моя позиция, как юриста и как здравомыслящего человека. С вами был Александр Шкуду. Если вам интересна тема майнинга биткоинов, напишите в комментариях. Быть может я запишу еще несколько видео на эту тему. Ну а покуда все, спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал. Увидимся.